Дорогие друзья, очередной вам привет от компании прокатичка.ру. Меня зовут Ильин Владимир и сегодня у нас очередной видео урок будет посвящен активации такой возможности как genesis life это рисовалка карт, рисовалка карты глубин в эхолот Хлоуренс. Она доступна на сериях HDS Gen3, HDS Carbon, HDS Live и серии TI и TI2, которая сейчас вышла. Доступна она после того, как вы обновите ваш эхолот до прошивки 18.3 Видеоурок будет состоять из двух частей. Первая часть это как правильно скачать с интернет сайта genesis maps.ru. ком и на как настроить правильно micro sd карту и второе настройка самого по себе эхолота. Сегодня в роли эхолот у нас выступает новинка лоренс HDS 12 life как раз и мы на нем попробуем показать и настроить не то что попробуем да мы как раз покажем на нем как правильно настраивать именно активировать систему genesis life конечно можно купить это приложение купить карты глубин уже Симэп так называемая вместе с sd картами ценник в среднем от 7200 рублей до 14 с половиной но для тех энтузиастов которые готовы сами отрисовать карту глубин есть небольшой лайфхак который как раз мы сегодня покажем итак первонаперво нам необходимо взять micro sd карту на которую у нас будет записываться изначальные данные значит данные sd карта у меня micro sd карта на 16 гигабайт но это не принципиально можете взять на 8 genesis life скажем так место тратить не очень много и после этого мы ее вставляем в ноутбук и скачиваем как раз небольшой файл на эту карту записываем его и вдали мы будем вставлять его уже в наш эхолот лоуренс смотрите как это делается итак давайте мы продолжим значит как правильно и куда будем переходить значит смотрите значит нам необходимо зайти на сайт genesis maps точка ком значит вот вот он мы ссылочку его потом покажем чуть позже побольше сделаем здесь как только заходите на сайт необходимо будет либо зарегистрироваться либо зайти логин значит уже сделал регистрацию на сайте получил код доступа на электронную почту дальше мы через логин заходим на сайт в свой личный кабинет вводим электронную почту пароль и попадаем в свой аккаунт значит в нашем аккаунте в нашем аккаунте существует несколько окон значит здесь можно загрузить свои карты здесь можно скачать карты вот в этом варианте значит здесь мы можем закачать на сайт sonar logs и здесь мы должны зарегистрировать наш карт лотер и с помощью дальнейших манипуляций уже скачиваем карту значит как это происходит на самом деле происходит все достаточно быстро значит здесь нам необходимо добавить наше устройство называемые его к примеру или к примеру лауренс hds life здесь мы выбираем в следующей строке мы выбираем лауренс лауренс hds life просто серию дальше необходимо вбить серийный номер нашего эхолота и контент айди значит эти номера мы можем взять с карт плоттера изменю с главного значит где мы заходим через page заходим настройки здесь мы выбираем о приборе и здесь видим серийный номер и содержание контента айди это как раз два номера который нам сейчас понадобится здесь мы вбиваем значит номер 800 800 6 2 0 526 вот этот вот номер он уже вбит был и переходим контент айди значит наш контент айди содержит букву верхнего регистра дальше содержится цифра которую мы тоже должны забить значит причем могу сказать одно что буквы именно если написано в верхнем регистре заглавные буквы да то их необходимо забивать именно как верхнего регистра потому что здесь произошла ошибка букве в одной и эти карты уже не читаются то есть система чувствительно к верхнему регистру букву и нижнего регистра на этом надо обратить внимание значит что мы делаем дальше подтверждаем этот карт плоттер наш карт плоттер появляется в списке вот он и здесь длина и здесь life что делаем дальше заходим social map здесь нам необходимо выбрать наш регион который нам нужен какую область мы хотим себе скачать возьмем что-нибудь недалеко от нашей столицы необъятной москвы значит москва луткарино площадь три квадратных километра покрытие 0 делаем нажимаем download значит внизу выскакивает меню написано скачать карту москва луткарино для карт плоттера выбираем в списке свой карт плоттер для которого мы будем это скачивать нажимаем download map при этом он подготавливает изначально карту для скачивания генерирует ее он пишет что она сгенерирована нажимаем save файл значит файл у нас скачался в нашу папочку вот папочка так хитро называется но на на системе windows она будет скачиваться как zip архив его необходимо распаковать и переписать на нашу micro sd карту в данном случае у нас macbook и скачалась уже папочка вот в таком вот виде значит мы вставляем нашу прекрасную micro sd карту открываем новое окно здесь заходим micro sd карту здесь у меня музыка какие-то фотографии то есть в принципе это вообще не будет мешать вам в дальнейшем для работы так и переписываем нашу папку на нашу карточку вот они совпадают совпадают все после этого безопасно извлекаем micro sd карту из компьютера и компьютер в общем-то нам на самом деле больше не нужен будет полученную micro sd карточку мы вставляем слот любой слот в нашем эхолоте лоуренс в котором сейчас ничего на самом деле нет вставляю давайте вверх не ставим привычки пошел процесс загрузки карт и вот он говорит желаете сменить выбор данных карт для отображения вставленных карт москва лоткарин говорим например да после этого мы выходим из меню и у нас получается появляется какое-то там отображение вот лоткарина какой-то добрый человек закачал карты водоема лоткарина вот здесь даже видно уже genesis life как работает на самом деле значит отличие вот какой значит если мы хотим поставить например карта navionics то у нас пропадает система genesis life она не работает совместно с картами си мэп в данном варианте значит мы говорим о том что мы хотим поставить себе источником карт либо карта лоуренс либо карту москва лоткарина это маленький участок который у нас появился для чего мы все это дело вот для чего на самом деле значит наложение мы здесь ставим genesis life выбираем кнопку в меню наложения повторюсь еще раз genesis life выбрали и опции genesis life прозрачность контурный интервал высокие синхронизировать карты на самом деле практически все за исключением того что мы бы хотели настроить себе в первую очередь палитру мы хотим себе настроить палитру значит переходим в меню больше опций параметры карты и заходим самый нижний вариант затенение значит в затенение как мы показывали уже на наших роликах существует глубина один глубина 2 и настройка как раз глубин значит в режиме настройки глубина 1 это запрограммированный профиль который перепрограммируется цветовой гаммой можем перепрограммировать если мы сейчас у нас уже в принципе запрограммированы палитра вот такая у нас красивая то есть на самом деле красным это мель здесь у нас идет более глубокий то она то есть мы здесь можем посмотреть вот человек снимал прошелся кусочек и снял прям вот маленький кусочек в данном виде вариантов genesis life если мы хотим наложить глубину 2 то у нас накладывается глубина 2 то есть это профиль который второй сформированный для того чтобы изменить вот эту палитру которую сейчас мы увидим на нашем экране нам необходимо зайти в настройки и здесь уже можно выбрать настройки как раз палитра 1 глубины 1 глубина 2 немножко дурацкий называется глубина но все-таки более или менее понятно значит если мы хотим к примеру изменить палитру на глубине на какой-то глубина в метрах мы ставим здесь 1 метр цвет красный непрозрачность сто процентов то есть это непрозрачный цвет мы можем на самом деле назначить любой цвет из параметров там 10 для наших глубин к примеру мы говорим о том что у нас настроена сейчас глубина 1 а глубину 2 например палитру мы сейчас с вами как раз проверим как настраивается мы хотим сделать что например переход тона вы найти на youtube канале я уже встречал как один профессиональный человек настраивал палитру когда было доказано что на самом-то деле палитра значительно больше нежели чем 10 цветами мы ограничиваемся действительно у нас есть полу тона же еще который про который мы забываем мы говорим например что всю палитру мы хотим чтобы она была например в цвете мне карта нравится ну к примеру какой-нибудь там давайте выберем там фиолетовый цвет крайний цвет будет на глубине 19 метров фиолетовый с непрозрачностью сто процентов и вот что мы получаем а начинаем из белого цвета то есть нулевой цвет белый 19 метров глубина у нас цвет к сожалению фиолетом но тут не отображает курсор нам все притянет косяк лоуренца что мы хотим сделать например мы выбираем глубину 2 нажимаем вот таком вот виде будет отображаться наш палитра на глубине 2 мы можем просто посмотреть глубину 2 вот она мы говорим о том что глубина 2 например мы не хотим фиолетовый иметь к примеру до полутона у нас будут переходить в желтом цвете до подтверждаем получаем в желтом цвете переход я надеюсь на камере на самом деле будет все более или менее видно но могу сказать одно что здесь действительно желтый цвет для того чтобы по контрастнее посмотреть например на глубине 2 до мы берем ее например задаем 8 метров говорим да да выходим вот так вот по контрасте у нас будет видно что на глубине 8 метров он должен быть непрозрачным здесь образуются именно полутона их прекрасно видно к сожалению не через камеру но вообще на самом деле очень хорошо все видно одно замечание что при выборе глубины 1 при нашей красивой палитре можно всегда точнее не можно всегда а глубина 2 всегда имеет приоритет на глубиной 1 это надо помнить просто то есть вы захотели в какой-то другом цвете посмотреть ну к примеру там выделить пятачок который у вас будет к примеру там глубиной не знаю там шесть метров давайте вот примеру как один из примеров сейчас с вами смоделируем что глубину 6 метров мы выделяем красный цвет а все остальное у нас будет белым цветом как бы мы это смогли с вами настроить давайте попробуем значит берем пока глубину 2 потому что у нас в первую все настроено значит так как мы захотели чтобы у нас глубина была например 6 метров в красным цветом а все остальное было каким-то другим белым то мы выбираем от нуля белый цвет и выбираем здесь до 5 метров мы выбираем цвет белый пардон убираем белый дальше мы добавляем точку здесь мы устанавливаем 6 например мы ставим чисто красный цвет он нам очень важен к примеру мы ищем глубины 6 метров и дальше добавляя точку например с глубины 7 метров мы будем смотреть уже опять белый цвет да и чтобы нам ничего не мешалось на самом деле мы можем даже добавить а еще там к примеру 19 метров у нас тоже будет белый цвет смотрим то есть на данном меню мы видим что у нас от 0 до 5 белый цвет от 6 до шестерка красным цветом должна отобразиться все остальное тоже белым цветом давайте посмотрим правильно ли мы все настроили бах правильно то есть на самом деле на этой карте получилось что давайте интерпретировать то есть все что нам необходимо у нас выделено красным цветом плюс небольшие как-то отклонения где 6 6 половиной метров 6 по 6 именно метров выделилась у нас глубина чисто красным цветом с непрозрачностью сто процентов дальше у нас пошли полутона это где мы видим по изобати 6 и 4 метра так что-то я нажал не то не нужен нам пункт 2 этот ну бог с ним вот здесь 6 и 4 метра поэтому у него пошел уже полутон и белым цветом пошла какая-то другая глубина вот что такое genesis life и насколько он будет удобен вам для отображения вашей информации а когда карт получается значительно больше то становится очень интересно рисовать вы можете скачать ту или иную карту отрисовать свой водоем и посмотреть в дальнейшем увидеть то или иную русло которое вам необходимо будет найти эти точки где вы будете стоять и ловить бровки отрисовать и прочь надеюсь данный урок по активации карт genesis life на эхолоте лоуренс с помощью сайта genesis maps.com был вам полезен если у вас будут вопросы ждем их на электронную почту на нашем канале youtube или в наших социальных мессенджерах сколько вам будет удобно с вами был ильин владимир компания прокатись . увидимся на воде всем пока и удачи удачи